Действительственный час в парламенте прошел за обсуждением вопросов образования. Министр Индера Вардания и первый вице-премьер Леонид Лакербая отчитывались перед законодателями о проделанной работе. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Председатель Комитета по вопросам образования Валерий Кварчия подробно описал положение вещей в системе образования, используя статистические данные и их анализ. По мнению парламентария, слишком много в сухоми армянских и русских школ. Также комитет беспокоит наличие грузинских общеобразовательных учреждений в Гальском районе, обучение в которых ведется по тбилисской программе. Как говорит Валерий Кварчия, процентное соотношение количества абхазских и неабхазских школ в Абхазии дискриминационное. Леонид Лакербая в свою очередь подтвердил, что проблема с образованием на абхазском языке существует, и она очень серьезная и комплексная. С силовыми методами ее не решить, так как главным образом суть ее в частном отношении граждан к вопросу образования. У нас, посмотрите, какое убийство идет во вторую школу. Кто там убивается? Ипсов, Абжигадзе, не так ли? Все наши проблемы с ними. Причем это не просто люди, это люди руководители. Но вы тоже понимаете, о ком мы речь ведем. Которые могут в широкой трибуне говорить о том, что дети должны учиться в абхазской школе, но, когда касается его ребенка, он убивается и тщет, чтобы ребенок попал в автовую школу. То есть, я что хочу сказать, да, если каждый из себя не начнет этот процесс, если в семь лет не делается ничего, чтобы ребенок, в сути, в реальной клинезин, а школа, чтобы надо, в дурпейтах, мы яйцо ходим. Проблема со знанием государственного языка, по мнению парламентариев, начинается еще с дошкольного воспитания. Как в семье, так и в детских садах, где зачастую группы формируются из разновозрастных детей, разной национальности и уровнем знания языка. Именно поэтому зачастую дети лучше всего овладевают русским языком. Детские сады на заседании вспомнили еще и по поводу оплаты образования посредством родительских сборов. Есть мнение, что такой способ устарел и тормозит развитие системы. Но, как рассказала Индира Вардани, родители считают совсем по-другому. И было предупреждение по поводу государственного детского сада на то, чтобы они через своих родителей уничтожили эту сумму родительского взноса. На второй день коллективная жалоба на министра поступила преферминистру, администрации президента, в тормозе, в более 50-50 подвеси, что вот такая садия министра образования. А мы родители очень хотим сдавать какие-то деньги, в какой размере не больше. Достойная зарплата преподавателю. Этот лозунг неоднократно звучал из уст парламентариев и работников образования. По мнению Виктора Александрова, председателя профсоюза работников сферы, именно повышение оплаты труда учителю – первый шаг на пути к качественному образованию. Точно такое же было положение десятилетия тому назад в Москве. Что они сделали? Десять раз увеличили заработную плату педагогов. С английским языком права выполнены. 70 тысяч сделали. Сейчас они говорят, мы сейчас можем выдирать педагогов. Они у нас стоят в очереди. И вот тут начинается качество. Если мы не сумеем вводить заработную плату, это одно – поднять льготы учителей. Все ветви власти должны заниматься поднятием престижа педагогов. Обсудили также и вузовские проблемы. Острая нехватка специалистов ощущается во многих отраслях, но особенный дефицит в той же области образования. Школьных учителей по физике, химии, абхазскому языку не хватает повсеместно, особенно в Гальском районе. И даже несмотря на то, что преподавателям там доплачивают аж 5 тысяч рублей в месяц, 11 гальских школ считаются грузинскими и получают финансирование из-за Ингура. Тема лимитов также была затронута на заседании. Леонид Лакирбаев подчеркнул, что не все предоставленные места в российских вузах осваиваются абхазскими абитуриентами. Но тем не менее, некоторый прогресс существует. Несколько выпускников заграничных университетов трудятся на государственной службе, железной дороге, в области медицины и других отраслях. В следующем году первый вице-премьер предложил сократить число лимита студентам в пользу мест на курсы повышения квалификации. Можно добиться настоящего, качественного, не обижая никого здесь, повышения квалификации тех педагогов, которые у нас работают. Такая форма есть. Повышение квалификации вы могут организовать и здесь. В общем, оно будет абсолютно бесплатно. Это в счет той квоты, которую дает Министерство образования на арте Российской Федерации. Это и студенты, манистры, аспирантуры и повышение квалификации. Более трех часов парламентарии, работники образования и члены правительства обсуждали проблемы в сфере образования. Выводы в итоге неутешительные. Темпы развития гораздо ниже ожидаемого. Еще в 1996 году была принята программа развития государственного языка, которую планировалось завершить к 2003. Теперь сроки отодвинулись к 2016. Абсолютно все согласились с тем, что существующие проблемы необходимо решать комплексно и сообща, координируя действия правительства, парламента и образовательных учреждений, что в последнее время – большая редкость.